Меня зовут Инна Золотухина. Сейчас мы с оператором Андреем Бесчастным находимся в Изюме. Этот город был в оккупации полгода. Он является большим транспортным узлом, поэтому его называют воротами на Донбасс. Естественно, Изюм был очень важен россиянам. И тем не менее, украинской армии удалось их отсюда выбить. Сегодня Изюм является символом того, что русскому медведю можно дать по зубам. Причем так крепко, что он будет бежать, теряя тапки. Убегая из Изюма, русские в первую очередь вывозили награбленное добро, бытовую технику и электронику. Поэтому они оставили нашим военным на память о себе трофеи, боеприпасы и технику. Это санцепек, это реактивный гранатомет. Я такие редкие чудо вижу впервые в жизни, потому что у них его не так много и было. А что он тут стоит, вы можете видеть. Бо ему прекрасно прилетело. То ли от наших, то ли от 25. У меня тут были порядки. Как-то так. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы заходили в Изюм. Вы знаете, я не расскажу, потому что мы силой поддержки, мы не бойовый батальон, мы евакуапункт по нашим пораненим и загиблим. Тобто мы силой поддержки, мы идем другой линией. И тут фу-фу, у нас мало работы, что не может не тешить. То есть было очень мало, я так понимаю, пострадавших с нашей стороны. Я не знаю, насколько это не секретная информация, но может в разы, а то и в десятки разов меньше, чем то, на что мы рассчитывали. Правда. Это неимоверно нас тешит. Мы не посыпалися карточный домик. Они бежали, теряя тапки? Ой, да. Тобто по дороге все, что мы видели, валяется неимоверная техника, есть много боеприпасов. Основные дороги уже почищены, саперы пройшли, но по кучам, что их двухсотых валом, что боеприпасов, врачей, ну, много. Тобто кидали, они много и сваливали очень быстро. А как сейчас обстановка в городе? Сюда прилетает? Ну, за останнюю дубу нет. Вот, сейчас есть саперы, я чувствую, что подервали пару чего-то, что им лениво было разменовывать, но сюда не прилетало останнюю дубу. Как-то так. Это все, что осталось от известного отеля «Семь ветров». В 2014 году здесь жили журналисты, и сюда же приезжали видные государственные деятели и политики. В то время мы очень активно общались с местными жителями, и они очень боялись, что война придет в их дом. Они не ошиблись. На сегодняшний день, по непроверенным данным, известно, что около тысячи местных жителей погибли во время оккупации. Страшные вещи. Последние две недели они нам сказали, что город закрыт, комендантский час, в общем, сначала на три дня, потом еще, потом еще, и оказалось на две недели. И все эти две недели, и днем, и ночью, час-полтора, через каждый час, они нас минами и снарядами положили, вот так, куда попадет, туда и попадет. А мы возле леса живем. И нам доставалось больше всех. Дома погорели. Осколками все побило, хотя мы кассетами и до того были побиты. У нас во дворе было восемь прилетов. А по сей раз двенадцать было. А последний? Сейчас, по сей день предохода, они ушли уже после обеды уехали. Это русские обстреливали вас? Да, да, да. Двенадцать кассет упало на нашу, ну, на нашу территорию. На дом четыре штуки, четыре дырки в доме. В крыше. Чекла все, по новой, которую я зашивал, в общем-чем попал. Ну, в общем, все подряд. Чекла нету, но все. Ну, слава богу, мы живы остались. В начале марта русские бомбили изюм с воздуха. Погибло огромное количество людей. Их хоронили прямо в огородах. Позже выкапывали и перезахоранивали. Опознать удалось только сорок семь человек. Остальных закопали в общих могилах под номерами. Один, два, три, четыре. В изюме до сих пор нет ни света, ни газа, ни воды. Тем более интернета. Я надеюсь, что в понедельник, как сказали местные власти, у людей появится наконец электричество и наладится жизнь. Пока они приходят за гуманитаркой и радуются всем украинским журналистам, как родным. Я вам скажу, цих видов этих ударов, которые пережили изюмчан, особенно на начале этой широкомасштабной агрессии расистов, авиабомбирование были найжахливыми. Суть в том, что эти лéтаки, которые подлетали, их практически было нечуть, они появились, как начало, с ненацька. Вот мы стоим, например, там дома, я живу, например, по Соборній, 34, тут біля міського конкума недалеко, а били саме по центру. И они как-то с ненацька вилетают, и в этот час відбувается цей постріл. И те люди, которые не встигали забегти, даже у свои подвали, где они зберегали свою консервацию, это было, что же взбивалося на свете. Пил стоял страшный. Поэтому вы посмотрите, пожалуйста, когда первые авиаутари были в конце лютого, на начале вересня, перед нами вы можете сейчас побачить эту строительную, и там весь центральный парк, там вирва была метров, наверное, за 4-5 в ширину, и, мабуть, такая же самая была глибоченная, вона по дороге, по асфальтовой. Дуже постраждали все эти места, что тут четверта школа, и вот тут, били центрального парка. Когда я одного дня прокинувся и пішов своими кинокамерами дивиться сюда, то я там знайшов первую жертву этого авиаутару. Там лежал человек біля погрудня Тараса Григорьевича Шевченка. Я думал, что он ранен, но когда я подошел, то его внутренности были уже назовні. Вони были развернуты. И я так, когда снимаю, что это, я сказал, что это первая жертва российской агрессии. Я думаю, что, взагалі, эти авиаутари, они были наиболее жахливыми. Я еще могу подтвердить примером, когда мы все сидели дома в этот час, как раз телевизор тогда работал, и эти новости начались уже, как говорится, такими, как-то, эстафетно таки давали новинки. И в этот час я слышу, что что-то, где? Мы с дружиной вискочили прямо оттуда, банк золотого ворота напротив. И мы, когда вискочили сюда, мы с сусидами, а это был лекар и своей дружиной, мы встигли только заскочить по ступеньках вниз и хвалить Господа Бога, что там были стены еще толстенькие. И мы встигли заховаться не в самый подвал, а залезли так за стенку. И в этот час произошел страшный грохит. Мы попали, как говорят, молили Господа Бога, чтобы выжить. В этот час с таким силой вырываются двери, и такой огняный шар разом с пилом пробивает стены, что было напротив того, где мы должны были жить. Может, Господь Бог нас врятовал, чтобы мы не залезли именно в тот подвал, а заховали такую стенку. Притихли, конечно, и слышали, что что-то потряскает. Это была ночь, глупая ночь, и мы понимали, что наша хата горит. Когда мы поднялися наверх, то мы помилились. Хата была целая, только дах был поднимающий. А вот этот весь банк, червоню ворота, как и на золотом червоню ворота, он уже палал, как рейстаг, можно сказать. Уже палал, как сильно сильно. Вот тогда я понимал, что тут себе зберегти, своё життя и семьи было неможливо. Мы собралися, похабцем опустились туда, до дредакции обрези Мщины, что напротив храма Христа Воздвижинска. И там у всей моей будильной есть у нас тоже старинное, старовинное такое помещение, а мы его называли «Підвал здоровый». Это, до речи, было построено еще до 96-го года, если я не помиляюсь. Там мы зберегалися разом з тими людьми, которые жили поруч. Ото там десь 7-го, 8-го, десь на 8-го березня, перед самим початком 8-го березня, я назначив Міжнародного дня жіночного, ми там пересиділи внизу. Але ці підвали були вогки, вони не були підготовлені для проживання. І ми тоді потихесенько-потихесенько виверлились наверх. І хвалити Бога, ще раз скажу, там напротив Христово-Воздвижинського храму стояли ті чинці, які залишились там, і сторожа. Я до них підійшов, говорю так і так, кажу, можна у вас, вони кажуть, заради Бога, підходьте. І оця будівля, адміністративна будівля епархії Ізюмської, нас практично і врятували. Ми там провели все своі, так кажуть, оці 2-3-4 місяці були там. Несмотря на то, що Ізюм напоминає Міні-Маріуполь, пам'ятник Шевченка остался цілим і неврідімим. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Дякую за перегляд!